МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Те инвесторы, которые участвуют в аукционах и выигрывают, они получают 15-летний контракт на покупку всей электроэнергии. То есть это 15-летний офф-тейк, который позволит им получать, гарантированно получать возврат инвестиций. Это лучшая международная практика. Испанские компании пока не зашли на рынок Казахстана. Европейские компании пока представлены французским бизнесом, британским бизнесом. Но испанские компании пока присматриваются. Реальные те вопросы, которые они задают, они говорят о том, что наверняка им будет это интересно, участвовать в нашем рынке. Паисе импортанте. Масгранде дето. Казахстан для нас очень важная страна. Она не только самая большая в регионе Центральной Азии, но и открывающая самые большие возможности для иностранного бизнеса. Поэтому я оптимистичен и считаю, что Казахстан – это хорошая площадка для наших инвестиций. Но рынок Казахстана еще малоизвестен, поэтому важно, чтобы таких презентаций и визитов было больше. Такие встречи помогают нам узнать лучше друг друга и получить полезную информацию. Тем временем в Казахстане на полную мощь уже работает прямое наследие Экспо – Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов. По словам специалистов, он не только будет способствовать развитию в стране альтернативной энергетики, но и, по сути, станет драйвером по переходу страны к зеленой экономике. Для того, чтобы наши промышленные предприятия выпускали продукцию, которая соответствует зеленым требованиям по выбросам, по воздействию на окружающую среду, мы стараемся эту практику изучить вначале, проанализировать и потом уже выйти с предложениями о том, как это внедрять. Отметим, в целом инвестиции в зеленую энергетику Казахстана возросли в два с половиной раза. В прошлом году на развитие отрасли было направлено 80 миллиардов 200 миллионов тенге. Наибольшая концентрация инвестиций наблюдается в Акмолинской, Жамбылской и Атыраусской областях. Казахстанский автопром переживает этап активного развития. Эксперты отмечают самый большой прирост доли в отрасли за последние годы. Отметим, сегодня каждый второй проданный автомобиль в стране сошел с отечественного конвейера. Между тем, в нынешнем году, по прогнозам, тенденция сохранится. Производство автомобиля увеличится в два раза и составит 60 тысяч единиц. Отметим, автомашины Made in Kazakhstan пользуются спросом не только в нашей республике, но и за рубежом. Рост машиностроения в 2018 году составил 19,2%. На самом деле мы считаем, что это одно из важных локомотивов в развитии нашей экономики. И наши производители будут делать много для того, чтобы дальше продолжать развивать это направление. В 2018 году экспорт наших автотранспортных средств был произведен в Республику Беларусь, Российскую Федерацию, в Республику Таджикистан. Анализ отечественного авторынка, прогнозы его развития и тренды обсудили в рамках крупнейших международных мероприятий, автомобильного форума и автовыставки, которые прошли в столице. В мероприятиях приняли участие свыше 130 компаний. Это ведущие автопроизводители из Казахстана, России, Китая, Индии, стран Европы и Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы квотирование машин, собранных в Казахстане, увеличить на Россию. Там речь идет о 30 тысячах машин. У вас рынок все-таки находится в начале пути, и у вас есть большие шансы вырасти по объему рынка. Рынок автомобильного постпродажного обслуживания растет в Центральной Азии. И, наверное, он в Центральной Азии самый сильный в Казахстане. Локация Нур-Султан выбрана была тоже не случайно, потому что это столица, потому что здесь самая лучшая развитая инфраструктура. Рефрижераторы, грузовики, мусоровозы и снегоуборочные машины. Одна из ведущих отечественных компаний по производству коммерческой техники представила на выставке свою продукцию. Завод находится в Кустанае, работает на рынке 7 лет и с каждым годом наращивает объемы поставок в соседние страны. Мы очень много техники отправляем на экспорт в Россию, в Таджикистан, нацелено на другие страны. Но пока главная цель – это сделать чистым Казахстан. Объемы экспорта увеличиваются динамично. Это благодаря политике нашего государства, который нам помогает сотрудничать со странами Центрально-Азиатского региона. с Россией, которые оказывают поддержку, проводят различного рода встречи, выставки. Перспективы у автопрома в нашей стране более чем благоприятные, считают эксперты. Инвестиции и господдержка в отрасли влекут увеличение объемов производства, а вместе с тем и рост экспорта, подчеркивают аналитики. Главное – не останавливаться на достигнутом и разрабатывать новые предложения как для покупателей, так и для инвесторов. Казахстан и Россия усиливают взаимовыгодное сотрудничество. Развитие промышленной кооперации в машиностроении – одно из ключевых направлений двустороннего партнерства. В частности, после масштабной модернизации литейно-машиностроительный завод «Караганды» сможет производить для отрасли до 130 тонн продукции в месяц. Установлено современное роботизированное оборудование и внедрён так называемый промышленный интернет. По словам специалистов, новые технологии в 10 раз сокращают время изготовления одной детали. Планируется развивать промышленную кооперацию с нашими партнёрами Российской Федерации. Есть большой интерес по производству литья, есть интерес по производству компонентов для автомобилей, которые производятся в Российской Федерации. Они будут передавать нам техническую документацию, и мы будем размещать данные заказы на промышленных предприятиях. Взвешенный и продуманный подход к проведению политических изменений в Казахстане – хороший пример для других государств мира. Об этом говорит президент Международной Федерации за мир и устойчивое развитие Сали Кадер. По её мнению, настоящий процесс – свидетельство блестящей политики, проводимой руководством в отношении будущего Казахстана. Весь этот процесс, включая смену правительства, происходит очень гладко, мирно, что в эти дни большая редкость. Первый президент проделал громадную работу, сделал имя Казахстана известным всему миру, выдвинул много инициатив, включая по сирийскому урегулированию, желая всего наилучшего казахстанскому народу. С этим мнением согласен и депутат Палаты общин парламента Соединённого Королевства Боб Стюарт. Он особо подчёркивает созидательный труд Нурсултана Назарбаева в построении демократического государства. Это говорит о том, что Казахстан является отличной моделью демократии для всех государств Центральной Азии. Когда президент складывает свои полномочия и даёт дорогу новым людям, это большого стоит. Всего за 30 лет ваш президент, находясь во власти, добился невероятного эффекта, достиг высоких результатов в экономике, и теперь страна входит в топ-50 развитых государств мира. А президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эммануэль Депуи отмечает, что в Казахстане проходит естественная эволюция политического процесса, и демократическая передача власти ещё раз подтверждает этот факт, говорит эксперт. Демократической передачей власти он утверждает тот факт, что Казахстан меняется, меняется Центральная Азия. Через эти возможности, через выборы, открывается дорога новому поколению политиков. Это однозначно эволюция, которая изменит систему власти. В Кыргызстане вывели новый вид овец. Они отличаются уникальными качествами. У нового типа горного мериноса особая шерсть, тонкая и очень крепкая. К слову, она считается элитной. Всё сырьё фермер Батырбек Акматов поставляет на фабрику по переработке шерсти. Из переработанной шерсти на фабрике шьют одежду. В основном без рукавки, накидки и кардиганы. Только на одну вещь уходит от 800 граммов до 2,5 килограммов шерсти. А весь процесс начинается с набросков. Готовые эскизы отдают программистам, которые по ним пишут формулы и отправляют на вязальные машины. После мастера собирают детали в одно целое. В состав одежды добавляют акрил, для того, чтобы вещь не скатывалась и дольше служила. Я краю изделия согласно размерам, согласно фасону. Они приходят ко мне после отпарки. Я их вырезаю лишние и отправляю на меловку. Это будущие кардиганы. Надо отметить, что изделия из шерсти пользуются спросом не только на внутреннем рынке, но и в странах СНГ. А буквально недавно качество выпускаемой продукции оценили и европейские покупатели. У нас был заказ с Италии, и мы проработали изделия для домашних животных. Это часть головка, это часть для ножек, а это будет хвостовая часть. Уже готова новая весенняя коллекция изделий из мериносовой шерсти. Она появится на прилавках не только местных магазинов, но и зарубежных рынках. Страны Центральной Азии стали ближе европейцам. В центре Лондона прошёл весенний фестиваль. Зрители могли познакомиться с традиционным жилищем, намадов, юртой, предметами быта и другими национальными атрибутами. Я думаю, что это очень важно, показать свою традицию всем жителям Лондона, потому что тут приветствуется культурное разнообразие. Гостей праздника познакомили с национальными казахскими блюдами, традициями и обычаями. Интересным открытием для британцев стал обряд Сау-Кису. Мы приехали в Туманный Альбион, чтобы ярко показать своё национальное искусство, традицию и культуру. В девятом по счёту Центрально-Азиатском весеннем фестивале, кроме Казахстана, приняли участие представители Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Турции. С особым размахом подобное мероприятие прошло и в Брюсселе. В нём также приняли участие представители Центрально-Азиатских стран, а также Ирана, Турции и Афганистана. Каждое государство постаралось максимально разнообразно и полно представить свою культуру, традиции и обычаи. Казахстан активно сотрудничает с ЮНЕСКО и с другими странами Центральной Азии в сфере культуры. Мы работаем вместе по сохранению исторических памятников Казахстана, входящих в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мои наилучшие пожелания казахскому народу. Гости праздника насладились музыкой Великой Степи в исполнении оркестра имени Ахмета Жубанова, восхитились виртуозными танцами ансамбля АКУ из АКТУБЕ. Своё искусство представили и артисты объединённого ансамбля международной организации Тюрксой. Тюрксой совместно с ЮНЕСКО уже не раз проводил такие мероприятия и в нашей стране, и в Америке, и в других европейских городах. И вот впервые мы отмечаем его в прекрасном концертном зале Брюсселя. И где бы мы ни были, мы всегда демонстрируем миру своё искусство, культуру и традиции. Весенний фестиваль центрально-азиатских государств ещё больше сблизил народы региона и продемонстрировал европейцам всю красоту и сакральную энергетику древних номадических культур. Рояль от известного российского пианиста Дениса Мацуева получил в подарок юный музыкант из Алматы Санжар Али Коббаев. Он поразил маэстро ещё шесть лет назад на международном конкурсе «Астана Пиано Пэшн», когда мастерски исполнил сложные произведения. Тогда он стал обладателем второй премии, а буквально через год взошёл на высшую ступень. С тех пор Санжар Али под патронатом метро. Он приглашал его на фестиваль в Москву, затем в Воронеж, Брюссель, Иркутск. Есть старенький инструмент, его первая фортепиано. Он стоит в зале, но практически он даже не годен для настройки, потому что струны могут полопаться. А теперь вот мечта молодого музыканта, можно сказать, исполнил вот этот мега-человек для нас. Школа для одарённых детей имени Жубанова для Санжара Али – практически дом родной. Родители привели его сюда в пять лет. Другого выбора у них и не было. Мальчик с двух лет целыми днями напевал классическую музыку. Сначала все были удивлены, а потом братья стали даже подпевать малышу. В семье Кобаевых четверо сыновей. Мама говорит, что все они стали музыкантами благодаря Санжара Али. С самого начала поняли, что Санжара Али у нас одарённый мальчик. У нас есть такое приспособление, это когда вот сел и заиграл. Это не у всех детей бывает. А он маленький сел, и как бы у него всё получалось. Санжара Али сегодня виртуозно исполняет самые сложные произведения для фортепиано. Педагог говорит, что виртуозами обычно называют взрослых музыкантов, потому что только с годами можно овладеть техникой в совершенстве. Но Санжара Али получил этот дар от природы. Технически мне нетрудно исполнить любое произведение. Сложнее переосмыслить его философски. Видимо, в силу моего возраста. Поэтому я каждый раз изучаю ту историческую эпоху, в которую были созданы эти творения. Стараюсь понять, чем жили тогда люди, о чём они думали, и что подвигло композиторов написать ту или иную музыку. Скоро в столице республики вновь прогремит международный конкурс «Астана Пиано Пэшн». И Санжар Али приглашён в этот раз в качестве почётного гостя. Юный пианист на этом престижном мероприятии даст сольный концерт. Жилище намадов. Юрта – не просто предмет материальной культуры. Её форма имеет сакральное значение. Символизирует земной мир и космос. Ещё интереснее трактовка убранства. Каждое украшение имеет своё содержание. Хранительницы традиций говорят даже «тесьма с узорами». Называемая баскур имеет важное функциональное значение в архитектуре юрты. Главным убранством юрты всегда был баскур. Его делают широким, потому что он связывает нижнюю и верхнюю части юрты. Он прикрывает места стыка. Деревянный стык получается не очень приглядным, поэтому его прикрывают вот такой узорчатой лентой. Она должна наполовину закрыть и киригей, и уик. От этого юрта становится только нарядней. Этому искусству Булбулкапказе училась у бабушки. В её небольшом цехе можно встретить всё разнообразие национальных ремёсел. Здесь изготавливают ленты с кистями, бойлочные изделия и национальные ковры. Но первоначальная азбука рукоделия кроется в умении плести ленты баскур, считает мастерица. Здесь нужен серьёзный математический расчёт. Для чего, спросите вы, необходимо знать количество нитей, последовательность их использования. Прежде всего, я всегда планирую. К примеру, какой у меня будет узор на баскуре. Сколько нитей я буду использовать при его изготовлении. Сколько для одного его элемента необходимо сочетание нитей. Их количество должно быть равно 51 или 79. Рукодельницы работают с натуральным хлопком и шерстью. Они говорят, если умеешь плести ленты, то несложно научиться изготавливать и ковры алаша. Для украшения юрты достаточно 16 лент с кистями, два жилбао и одного баскура. Главное предназначение всех этих украшений – они должны связывать части юрты и служить стягивающим элементом. И уже второе их предназначение для красоты. Чтобы связать длинное полотно, нужно поделить его на равные отрезки. Вот, например, как этот ковёр. Он изготовлен из чистого войлока. Здесь в основном использовала геометрические узоры. Каждое подобное творение рукодельницы – незаконченное произведение искусства. Считается, что вдохновение может появиться в любой момент, и тогда мастерица сможет совершенствовать своё изделие. В этом и есть сакральный смысл, таящий в себе некое продолжение рода. Уверена Булбул Кап Кызы.